Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Противник потерял 4 вертолета, 15 дронов, 10 танков и БМП. За несколько часов боевых действий в Карабахе азербайджанские воскресенья потеряли 4 вертолета, порядка 15 беспилотников, в том числе ударных, 10 танков и боевых машин пехоты БМП. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Карабаха. Потери карабахской армии уточняются. Глава МИД Армении побеседовал с коллегами из РФ, Грузии и Литвы. Глава МИД Армении побеседовал с коллегами из России, Грузии и Литвы. Об этом заявил на брифинге в правительство Армении официальный представитель МИД Республики Анна Нагдалян. Она напомнила, что утром МИД уже выступил с заявлением, осудив агрессию против Нагорного Карабаха. Армения и Арцах будут уверенно действовать, чтобы обеспечить безопасность Арцаха, его гражданского населения. Нанести адекватный ответный удар, добавила она. С утра глава МИД Армении Заграб Мнацаканян находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Кроме того, он уже провел телефонные разговоры с коллегами России, Грузии и Литвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Заграбом Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает МИД РФ. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых, говорится в сообщении МИД. Глава МИД России подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в Нагорном Карабахе. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации. Готовится разговор с министром иностранных дел Азербайджана Д.А. Байрамовым, добавили в МИД. Грузия готова оказать любое содействие для деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном. Обговорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Грузии на официальной странице Facebook. С тревогой наблюдаем за очередной военной эскалацией между Арменией и Азербайджаном, которая по распространенной информации уже повлекла жертвы и повреждения инфраструктур, говорится в сообщении. МИД Грузии надеется, что будет достигнуто соглашение о прекращении огня, обеспечен переход к режиму переговорного процесса и предотвращены крупномасштабные военные действия, которые окажут серьезное негативное влияние на безопасность всего региона. Грузия призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных акторов, направить все силы на деэскалацию и обеспечение возобновления конструктивного диалога. Со своей стороны, мы заявляем, что Грузия готова любым образом способствовать деэскалации и установлению мира в регионе, говорится в заявлении. Россия продолжит предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации в Карабахе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Заграбом Мнацаканяном, сообщает МИД РФ. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня, заявили в МИД. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, говорится в сообщении. Азербайджан каждую минуту теряет технику, сам Вэл Бабаян. 27 сентября 2020 года. Инотека-24. Азербайджан понес тяжелые потери в ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе. Азербайджан каждую минуту теряет технику. Наша победа должна быть в том, чтобы противник вынужденно подписался бы и закончил, по сообщению Армен Пресс сказал Бабаян. В Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Исходя из ситуации, Национальное собрание Арцаха созвало экстренное заседание. Президент Арая Карутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. Мы неоднократно заявляли, что не являемся сторниками войны, но готовы к ней. Никто больше нас не желает мира. Нам эту войну навязали, и мы готовы защитить нашу родину и наши семьи. Всю ответственность за эскалацию будет нести военно-политическое руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию ответственность несет лично Алиев, сказал Арутюнян. Послание министра обороны Давида Танаяна. Сегодня с раннего утра, грубо нарушив все нормы международного гуманитарного прав и логику мирного урегулирования конфликта, азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление по всему периметру линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил с применением ракетно-артиллерийских и авиационных средств, обстреляв боевые позиции армии обороны и мирное население Арцаха. Таким образом, всю ответственность за последствия боевых действий ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. На данный момент армия обороны Арцаха решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника, нанося противнику тяжелый урон. Будучи гарантом безопасности Арцаха. Вооруженные силы Армении готовы оказать любое содействие для обеспечения безопасности населения Арцаха. Уже очевидно, что азербайджанские власти не извлекли уроков из своих бесславных поражений и вновь переоценили свои возможности, за что убежден, будут строго наказаны. Эта авантюра будет иметь для противника тяжкие последствия. Наш ответ будет жестким, как никогда. Армянская армия владеет всеми необходимыми средствами для того, в очередной разбить врага, посягувшего на нашу родину. Уважаемые граждане, соратники. Мы выстраивали все наши победы в истории благодаря единству. Убежден, что в этот решающий момент мы вместе с честью выполним нашу задачу, преподнеся урок понимающему только язык силы противнику. В настоящий момент армия обороны Республики Арцах пресекает все попытки наступления противника решительными контратаками, нанося противнику большие потери. Являясь гарантом безопасности Арцаха, вооруженные силы Республики Армения готовы оказать любую помощь для обеспечения безопасности народа Арцаха. Уже очевидно, что власти Азербайджана в очередной раз переоценили свои возможности, не извлекая уроков из своих прошлых славных поражений, за которые, я уверен, они будут сурово наказаны. Это приключение будет иметь тяжелые последствия для врага. Наш ответ будет жестче, чем когда-либо. Армянская армия имеет все необходимые средства для того, чтобы еще раз победить врага, посягающего на нашу родину. Министр обороны Армении Давид Танаян. МИД РФ призывает стороны Карабахского конфликта немедленно прекратить огонь, приступить к переговорам. Россия выражает озабоченность эскалации ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом. Призывает стороны конфликта срочно прекратить огонь. По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях, говорится в заявлении МИД России относительно обострения ситуации в регионе. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации, подчеркивается в документе, текст которого размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства «Воскресенье». Масштабное нападение Азербайджана на населенные пункты Арцаха привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Защитник прав человека. Рано утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Есть потери среди населения и гражданские разрушения. Защитник прав человека Республики Арцах решительно осуждает грубое нарушение Азербайджанам норм международного гуманитарного права. Омбудсмен призывает международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана, особенно в условиях эпидемии COVID-19, принять меры по нейтрализации угроз жизни и безопасности тысяч жителей Республики Арцах.